Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Атака кибермошенников на Анапу. Как сберечь свои деньги? Работа для школьников. Новые проекты центра занятости. Льготный проезд на транспорте останется. Талоны заменят на проездные. О том, как сделать жизни и отдых анапчан и гостей курорта безопасными на протяжении грядущего сезона и всего начавшегося года, говорили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Открывая совещание, глава курорта Сергей Сергеев отметил, что по итогам прошедшего года ответственные службы с поставленными задачами в целом справились. Однако не обошлось и без аварийных ситуаций. В качестве примера Сергеев привел июльский дефицит водоснабжения. Директор Анапского водоканала пояснил, что сделано для неповторения подобного. Сейчас принят ряд мер, ведутся и сегодня работы, и до этого велись работы по недопущению в будущем таких ситуаций. Если конкретизировать, то, например, на очистных сооружениях водопровода нам сейчас меняется 4 насосных агрегата. Если сказать, чтобы понимание было, что мы работали тем летом на 4 насосах, из 4 работало 4. Теперь из 4 насосов мы новые, когда установим, будем 3. То есть один у нас будет резервный еще. Километр водопровода мы меняем диаметром 500 мм между Нижней Гастагайкой и Виноградным поселком. Сейчас тоже ведутся эти работы. Ну, ряд мероприятий по городу был принят. Был немножко изменена схема водоснабжения, чтобы 3 микрорайон у нас как бы не страдал в летний период, когда становимся мы на подбор возле. Еще одна проблема – трансформаторные подстанции, которые выгорали, не выдерживая пика напряжения. В случае, например, со злополучным проездом белорусским, это обусловлено тем, что здешние самострои, введенные в эксплуатацию по суду, требовали энергии больше, чем смогла позволить себе ТП. Позиция главы Анапы в отношении бизнеса по данному вопросу такова. Получив прибыль от реализации этих земельных участков, уходят в сторону требования наши – вода, электричество, дорога, в идеале газ и канализация. Тогда я буду считать, что бизнес с нами работает в открытую, по-порядочному. А когда продали голые участки, а потом люди обращаются к нам с требованием, а где наша дорога, а почему у нас 120 вольт напряжения, а почему у нас нет воды совершенно, мы пользуемся скважинами, в Цибанобалке есть такие факты. И еще ряд, это все относится к чрезвычайным ситуациям, дорогие друзья, которые мы сами порождаем и потом героически преодолеваем те сложности, которые мы создали. Первоочередная задача на 2016 год – бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения – обозначил главное направление в работе всех участников комиссии Сергей Сергеев. У нас довольно профессиональные подразделения, и Кубань спас, дислоцирующиеся у нас, и подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, они оснащены. О комплексе работ, проведенных в 2015 году и планах на 2016, доложил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Было отмечено, что комплексную краевую проверку по ГО и ЧОЭС наш муниципалитет прошел практически без замечаний. Это высокая оценка всей проведенной в Анапе работы по безопасности. О планах работы на Новый год доложили руководители всех ответственных за безопасность служб. Теперь у анапских школьников появилась возможность заработать. К Дню защитника Отечества в Центре занятости населения стартует новый проект. Принять участие в нем смогут подростки в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В соответствии с муниципальной программой «Дети Анапы» ребята смогут оказать помощь в ведении домашнего хозяйства участникам Великой Отечественной войны, а также навести порядок на братских могилах, памятниках и мемориалах города. Денежные средства на заработную плату несовершеннолетние работники получат из местного бюджета. Кроме этого, всех подростков ожидает материальная поддержка в размере 850 рублей из краевого бюджета. Желающие принять участие в проекте могут обратиться в Общеобразовательное учреждение по месту обучения, в Молодежный центр 21 век, либо в Центр занятости населения города Анапа по адресу Город Анап, улица Калинина, 12А, кабинет номер 9. Телефон для справок 40911. Центр занятости населения города Анапа информирует работодателей о том, что продолжается прием заявок для участия во всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда, успех и безопасность. В прошлом году Краснодарский край занял в нем первое место. Участие в конкурсе для анапских организаций – это подтверждение делового статуса, компетентности и социальной ответственности перед сотрудниками и клиентами, повышение привлекательности при найме квалифицированного персонала. Всех работодателей мы призываем принять активное участие в конкурсе, потому что их активное участие поможет поднятию рейтинга в Краснодарском крае, в том числе и в муниципальном образовании. Это все будет осуществляться в электронном виде. Комиссия в составе семи человек оформляет это все и потом по специальным формулам вычисляет лучшую организацию и потом, соответственно, по номинациям будут выданы награды за первое, второе и третье места. Награждение победителей пройдет на Всероссийской неделе охраны труда, которая состоится в Сочи в апреле. Подать заявку для участия необходимо на сайте aetalon.ru. Подробную информацию о конкурсе можно узнать в Центре занятости по адресу улица Калинина, 12а, кабинет номер 10. И хорошая новость для пенсионеров и других льготников, которые пользуются талонами на проезд в городском транспорте. Что изменилось в этом году и где можно получить проездной билет, нам рассказали в Управлении социальной защиты населения города Анап. С 1 февраля 2016 года внесены изменения в меры социальной поддержки по оплате проезда. Данная мера социальной поддержки будет предоставляться всем льготным категориям граждан, если доход не будет превышать двухкратную величину прожиточного минимума, установленного на территории Краснодарского края для социально-демографической группы населения. Для пенсионеров эта сумма будет составлять 15 344 рубля. Талоны, выданные для проезда в городском транспорте на первый квартал 2016 года, с 1 февраля 2016 года будут недействительны. Гражданам льготной категории необходимо будет обратиться в Управление социальной защиты за получением справки, которая будет являться основанием для приобретения проездного билета. Более подробную информацию по льготам на проезд можно узнать по телефону в Анапе 4-61-71 и 3-90-56 или по телефону горячей линии 8-928-334-22-37. В этом году к службе на границе привлекут более 120 казаков кубанского войска. В 2015 году наряды добровольных народных дружин из числа членов казачьих обществ выставлялись около 6 тысяч раз. Во время несения службы казаки задержали более 150 нарушителей пограничного режима, сообщили интернет-порталу Кубань-24 в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Руководителем Анапского отделения Всероссийского совета местного самоуправления избран председатель Совета муниципального образования, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете Леонид Кочетов. Такое решение было принято сегодня во время проведения отчетно-выборного собрания. В период с 2013 по 2015 года было проведено 17 заседаний, на которых принято решение по самому широкому кругу вопросов. От развития местного самоуправления в свете задач, которые ставит перед муниципалитетами президент страны, до реализации на территории федеральных и краевых социальных программ. Помимо этого, члены совета и исполкома всегда принимают самое активное участие в публичных слушаниях по внесению изменений в устав муниципального образования, принятию индикативных планов социально-экономического развития, бюджета, генерального плана и правил землепользования и застройки, правил благоустройства, подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, в мероприятиях по благоустройству. По итогам собрания деятельность Анапского отделения единогласно была признана удовлетворительной. Пик эпидемии гриппа в России ожидается на этой и следующей неделях. Далее пойдет на спад, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. По нашим расчетам, гриппозная ситуация полностью уйдет к концу февраля. Это и следующая неделя пиковые, повторила министр. Глава Минздрава также заявила, что Россия в этом году как никогда хорошо готова к эпидемии гриппа. Внимание, интернет-мошенники. В последнее время все чаще на слуху случаи мошенничества во всемирной сети. Число пострадавших от виртуальных грабителей растет в геометрической прогрессии. Не обошли высокие технологии страной и Анапу. Какие виды мошенничества с помощью интернета сейчас чаще всего используются преступниками? Как не попасться на удочку и спасти свои сбережения? Только для наших телезрителей совета специалиста. На сегодняшний день совета постановка, скажем так, тяжелая. По раскрытию именно интернет-мошенничеств. Одних из явных примеров и таких из старых способов, это если вам позвонили на номер телефона на мобильный, либо на домашний и сообщили, что ваш сын попал в беду, нужно перечислить столько-то, столько-то денег на какие-то абонентские номера. То есть, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо позвонить самому сыну, узнать, все ли у него в порядке. Как правило, телефон у всех имеется, своих родственников. Ну и, соответственно, никуда никакие деньги приводить не стоит. Очень часто, кстати, набирают такие большие оборота. Если потерпевший выкладывает на любых торговых площадках, на Авито, на сайте Дром, допустим, продает автомобиль, вы продаете автомобиль. Вам звонит мошенник, просит у вас какую-нибудь банковскую карту, чтобы перечислить вам деньги. Мошенник перезвонит потерпевшему, сообщает, что мне для того, чтобы вам поступили деньги на карту, необходим пароль. И потерпевшему сообщает пароль. И если даже у вас на этой карте нет денег, но у вас имеются деньги на других картах, на кредитных, мошенник переводит просто на процессе все ваши денежные средства к себе. Бывает, также поступает смс-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована, либо с вашей карты списана, допустим, такая-то сумма с уважением Сбербанка России. И люди тут же перезванивают по номеру телефона, с которого пришло смс-сообщение. На той стороне провода, скажем так, отвечает мошенник. Люди у нас доверчивые, идут тут же к банкомату, перезванивают мошеннику. Мошенник говорит, что нужно сделать. Как правило, люди осуществляют перевод с карты на карту. Также люди часто заказывают авиа, жадо-билеты на различных сайтах. Половина из этих сайтов, даже не половина, но большая часть этих сайтов – это, скажем так, псевдо-сайты. На самом деле сайтов таких не существует. Создаются они, опять-таки, на мертвые души. Если вы не доверяете сайтам, не нужно этого делать. Лучше работать либо с проверенными сайтами, либо поехать в самый аэропорт и заказать там билет. Если люди стали жертвой мошенников, непосредственно нужно обращаться незамедлительно в органы полиции и сообщать о таком-то факте. Сообщить о случаях мошенничества в полицию можно по телефону дежурной части 46882, телефону доверия отдела МВД России по городу Анапа 35281 или по телефону 02. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 29 января в Анапе пасмурно. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 8. Ночью до 3 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...